Евгения рассказывает, что в ее обстоятельствах, в ее ситуации, она имеет нужный потребность, чтобы держать эту концентрацию все время. В чем очень легко тебе может быть, что ты знаешь, что это есть, и ты можешь воспринимать это просто в виде света, какая-то светлая область. И ты можешь воспринимать это как какой-то светлой, светлой регион. Где бы ты ни находилась, у тебя все время уровень знания, образования — это есть. И волевым усилием ты в это будущее, за будущее, всеми силами, духом, сюда сконцентрирована ты здесь, где уже все решено. Дух твой дальше проблем. Всегда могу, хорошо. И потом, что ты можешь сделать, то, что ты всегда, на уровне твоего духа, держишься в фокусе на этой регионе, где ты, где ты, где ты, что ты делаешь. Так что твоего духа выше событий, реальность. Когда в отведённое время, когда ты себе отводишь время для концентрации, чем лучше, чем больше ты будешь отрабатывать прошлое события мира и человечества, тем легче будет уже ежедневно выдерживать эту концентрацию, ну как ежедневно, постоянно удерживать эту концентрацию. So the more you process the events of the past, the more you normalize them, the easier it will be for you to keep the concentration on, like, every day. Я, Трина, ходила на занятия, когда мы изучали точность действия всеобщего спасения. Нет? Вот, я тебе дам плейлист, где все занятия, они со свободным входом были, точность действия всеобщего спасения. И там как раз вырабатывается вот эта практика, что непрерывно точность мышления по макроспасению вырабатывается вот это восприятие. Спасибо. So the accuracy of the work for Macro Salvation, those lectures that we have, they actually help to discipline or to build that constant concentration to keep the control going. И ты сможешь, да, даже занимаясь какими-то своими делами, как бы слушать непрерывно, да, эту лекцию, и тебе легче будет удерживаться. И тогда, если ты делаешь какие-то события в день, и если ты в параллельно слушаешь это лекция, то будет легче для тебя чтобы держать концентрирование. Надь, а как с прибором? Ты не проходила тестирование? Я проходила тестирование от два дена. Ну, потом, когда еще прибор приобретешь, да, еще как бы легче будет, конечно. Так, что я хочу сказать. Вот сейчас, да, ты вышла в будущее. Вектор пошел в прошлое? Да-да, сейчас да. Вот. Ты можешь переводить эту тему? So, Евгения is asking, Надя, if now she is able to see this impulse which is coming from infinite future to the infinite past and she answered yes. Надя, в прошлом вы как бы выделяете причины, это не светлые, да, это вот какие-то, ну, вообще древние какие-то вещи, да, вот выделяй их, под них подводи свет и смотри, как они рассеиваться начинают. So, and then Евгения is explaining that she, Надя, needs to take this light and bring it under all those events in the past. We're talking about very, the past events from really, really old times of from the humanity, from historical, like, developments and the process these events because they are the causes of the problems which we are experiencing now. Вот я поделюсь с своим восприятием, да? Вот и выделилась информация, да, не светлая? So, Евгения is sharing her experience now, for example, in this light brown circle, which you see, this is the information which has pulled up from this, through this concentration. И вот пошёл свет будущего в неё, вот, на, как камень плотный был, как бы между структурами камня. Этот цвет настолько сильный, он прям как раскидывает, кажется, плотный камень, вообще невозможно убрать, а как-то свет подходит по каким-то каналам и раскидывает, и всё рассеивает. And when this light from the infinite future goes through this, through some channels in the structure of this stone-like information, then this stone-like heart information is broken down into unlimited number of pieces and it gets evaporated. Говори, что ощущаешь? Ощущаем, когда из головы исходят сильные массивы. Ну, поделись тоже, да, чтобы люди понимали. So, and Nadia has answered Евгения's question what she can feel in the head like a lot of big massives are leaving my head. И вот смотри, Надя, точно так, как шло у нас управление в прошлом, там, знаешь, похоже, как дерево, когда прорастает, да, вот так, точно так в голове у тебя отслаивается, отлетает. Да? Воспринимаешь? Угу. So, and also Евгения is sharing that she can see how it's like a tree growing, like that kind of same kind of structure of growing tree. This light is going through the head of Nadia and then how this information is pulling out from the head. And I can really feel like some roots are being pulled out of my body. И вот Надя говорит, что она чувствует как будто бы вот корни, они, ну, выходят из тела. Вот представляешь вопросы тысячелетий ты решаешь за полчаса. So, and Evgeny is saying imagine how you are solving the matter of the matter of the problems which we're talking about back into thousands of years and you're solving them in half an hour. I'm going to Продолжение следует...